Прежде чем народные избранники получат депутатский статус, им вручается удостоверение об избрании. Этому посвящено специальное заседание Краевого избиркома. На нём оглашается решение. Признать выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края Третьего созыва по единому краевому избирательному округу, 22 одномандатным и 2-м двухмандатным избирательным округам, состоявшимися и действительными. Установить, что в Законодательное собрание Красноярского края Третьего созыва избрано 52 депутата, 26 по единому краевому избирательному округу и 26 по одномандатным, двухмандатным избирательным округам. Председатель Краеизбиркома Константин Бочаров вручает новому составу Заксобрания документы. Кто-то заветную карточку получает впервые. Например, представитель крупной корпорации Дмитрий Сверидов, начинающий политик Александр Новиков, лицесибирский журналист Евгений Петренко. Кто-то подобные удостоверения уже держал в руках неоднократно. Из старожилов Заксобрания поддержкой избирателей вновь заручились Александр Ус, Алексей Клешко, Владимир Демидов, Роман Гольдман, Валерий Исаев, Алексей Протопопов, Павел Семизоров, Николай Трикман. Хорошо же известные электорату депутаты Всеволод Севастьянов, Татьяна Володкевич, Марина Добровольская и Анатолий Быков в этот раз не попадают в краевой парламент. Получив удостоверение, народные избранники аплодируют друг другу, жмут руки и обсуждают итоги выборов. Сегодня мы работаем над ошибками и мы глубоко проанализируем, для того, чтобы понять, почему так получилось. Ну почему? Почему избиратель не идет? И почему? Или, может быть, мы не так затронули темы? Может быть, не то, что получилось? Больше всего кресел в законодательном собрании третьего созыва – 37. По итогам выборов займут единороссы. Восемь человек представят ЛДПР. От КПРФ в законодательный орган в этот раз попадут 4 депутата. По одному – от «Патриотов России» и «Справедливой России». Еще одно кресло займет самовыдвиженец. Перед вызовами времени им всем предстоит объединиться. У нас есть укоренившиеся понятия – партия красноярцев, партия земляков. И все, кто пришел сегодня во власть, должны ощущать свою принадлежность именно к этой единственной партии. Депутаты, которые сегодня присутствовали на церемонии вручения, отметили – ни к ходу голосования, ни к работе Краевой избирательной комиссии у них претензий нет. Они были замечания, потому что кто не работает, тот не ошибается. Были где-то даже с точки зрения политических амбиций. Даже некоторые политические организации создавали такие ситуации, чтобы был конфликт. Но избирательная комиссия, Краевая, да и местные участковые, они с достоинством вышли. Мы уже практически в пяти часах имели практически все протоколы. Мы уже имели свою картину по голосам. И когда мы уже увидели данные, которые потом Край избиркома опубликовал, мы их сверили со своими. Погрешностей никаких мы не обнаружили. В целом, говорят депутаты, сотрудники Край избиркома на выборах сработали четко и профессионально. Теперь пришел черед депутатов. Впереди у краевых парламентариев пять лет работы на благо региона. Анна Московских, Павел Пателицын, Новости.